Всем приветик! Обратите внимание на здание позади меня. Каждый уважающий себя турист знает, что это такое. В общем, сегодня наконец-то выпал шанс пойти в Тауэр снова. Вторая попытка, даже не знаю, или третья какая. Так что пойдемте вместе. Ну что, пойдемте в Тауэр. В общем, я всем рекомендую приехать сюда в будний день и с утра. Как я сказала, каждый уважающий себя турист сюда идет, и поэтому, если это лето, если это каникулы, если это выходной, то здесь просто столько народу, что вообще не протиснуться, а чтобы посмотреть все вот эти короны, которые здесь есть, то вообще очередь просто как мавзолей. Вот, вот здесь вот семинирный магазин, и вы здесь можете тоже взять аудиогид, если хотите. Но мы пойдем без, потому что времени мало, с аудиогидом можно тут до ночи ходить, слушать. Так вот, посмотрите, здесь собираются люди при входе в Тауэр. И там такая есть, не знаю, видно или нет, вот между женщиной в синем и мужчиной, который гладит другую женщину, есть такая приступочка. Значит, и те люди собираются. Здесь будет экскурсия бесплатная, которую проводят бифитеры или еманы, да, вот эти как раз в нарядных одеждах служители Тауэра. И я всем очень рекомендую, по-моему, ну, можно посмотреть расписание, во сколько они начинают каждую экскурсию, потому что они очень-очень интересно это делают, и прям с юмором, и так живо и задорно. Если вы знаете английский язык, то прям не пожалеете времени и сходите на экскурсию с бифитером. Вообще хочется сказать, что все бифитеры очень-очень приветливые. Если вы захотите что-то у них спросить, они всегда рады ответить. Если вы захотите с ними сфотографироваться, то, то есть прям вот не стесняйтесь, они очень-очень прям все для людей. В общем, когда идешь в такие места, как Тауэр, то, конечно, даже сложно понять, о чем говорить, потому что, ну, Тауэр был построен в 1078 году Вильгелином Завоевателем, это была как бы крепость, да, такая, то есть устрашающее такое место для врагов. Вот, но тысячи лет, да, и поскольку здесь была и тюрьма, и зоопарк, и резиденция королей, и музей там, и то, и сё, то здесь на самом деле столько всего происходило, история такая многослойная, вот, что, в общем, не знаешь даже, с чем начать и чем закончить, и, но, в принципе, я думаю, что очень много и документальных фильмов о Тауэре, и книг разных, и, не знаю, куча всякой информации и в интернете, и википедии, так что, наверное, нет смысла вот рассказывать вот эти вот такие академические факты, вот, но можно просто посмотреть, что здесь есть интересного, и разные интересные факты. Вот, смотрите, если вы пойдете в Тауэр, то вы увидите здесь разных странных животных, сделанных из какой-то сетки рабицы, как, например, вот этот белый медведь, да? И вот написано «Белый медведь». В общем, это потому, что с 13 века здесь был зоопарк, здесь написано непонятным почерком, что это подарили из Норвегии в 1252 году королю Хакон IV. В общем, я не сильна, видимо, в чтении. Да, поскольку королям, другие короли, дарили разных животных, как презенты, то впоследствии здесь животных собралось так много, что открыли зоопарк, который даже впоследствии можно было и посетить разным людям, просто людям, просто людинам. И тоже очень интересно, что, не знаю, правда или вымысел, но так в интернете пишут, что для того, чтобы пройти в зоопарк, можно было или деньги заплатить, или принести, например, кошку или собаку на корм животным. Ну и вот этот вот конкретно «Белый медведь», здесь видно, что он прикован, и он был прикован, конечно. И вот эти вот здесь, все-таки рабятся вот эти скульптуры, они, в принципе, расположены примерно в тех местах, где были те или иные животные, но говорят, что поскольку, в общем, он все-таки такой медведь, на который рыбой питается, ему нужна вода, то его на цепи, но отпускали в Темзу поплавать и поохотиться. Вот, так что, не знаю, может быть, можно даже было посмотреть, это и без денег так выходишь на береже. Темзы, на берег. Там раз «Белый медведь» плавает. Вот это «трейтерский» или «ворота изменников, предателей». То есть это такие водные ворота. Там сейчас воды нет, к сожалению, отлив. Но вообще она обычно есть. Вот, видите, здесь должна быть... Ну, ворота открываются, там Темза, здесь должна быть тоже вода и вот лестница. И почему они называются «ворота изменников»? Потому что здесь, ну, как бы, тех, кто был обвинен в измене или в каком-то предательстве, привозили сюда на лодках через эти ворота в Тауэр. И вот, в частности, Анну Болейн тоже привезли сюда и вот так вот вывели и вот так вот отвели в заточение перед казнью. Обратите внимание еще на такую вещь. Это парковка для колясок. Тут их несколько. Потому что, если вы посмотрите, здесь везде... Ну, это один из немногочисленных музеев в Лондоне, где ничего не приспособлено для детей, потому что он исторический. Здесь, во-первых, везде брусчатка, во-вторых, везде лестницы. И плюс вот эта крепостная, как бы, стена. По ней нужно карабкаться и ходить. Понятно, что с коляской это, в принципе, невозможно. Поэтому здесь вот такие вот есть паркинги для колясок. Так же, как в супермаркете. Вот написано, видите, баги-парк. Можно за... Ну, вот здесь просто, по-моему, кто-то ее поставил. Можно за один фунт прицепить эту коляску на цепь, и ее никто не украдет. В общем, для тех, кто посещает Тауэр, такой совет с детьми. Самый лучший возраст детей это либо до года, либо до года, когда они еще не могут ходить. Тогда вы просто оставляете коляску в баги-парке, и ребенка в слинге носите по музее. Это очень удобно. Либо уже в каком-то более-менее сознательном возрасте, ну, не знаю, там, когда сознательный возраст, у кого наступают там 3-5, когда дети уже могут сами ходить, совершенно спокойно, и не убегают. Вот, наш возраст полтора года самый такой неподходящий для Тауэра, потому что в слинге, в общем, он уже не хочет ходить ногами, он ходить еще много не может, бросится на ручки, вот, и плюс еще он убегает. Вот, поэтому вот в таком возрасте, полтора-два года, мне кажется, с Тауэром сложно, конечно, если ребенок, сложно будет тут ходить. Вот, ну, можно, но сложно, смотря у кого какие дети. Вот, а постарше прям самое то. Как я уже сказала, Тауэр был тоже тюрьмой, выполнял роль тюрьмы, но это была тюрьма не для всех людей, естественно, а для таких, как бы сказать, VIP-узников, которые должны были лично, в общем, лично королями присматриваться, и вообще все должно было контролироваться. Хотя здесь очень много было заключено в тюрьму, но казнили тут на самом деле немногих, только уж прям совсем VIP-узников. Вот, например, Анна Болейн была здесь казнена, и по иронии судьбы, вот сзади меня находится здание, вот оно называется White Tower, это самое старое здесь здание, и, в общем, Генри VIII для нее здесь приготовил апартаменты шикарные, когда они женились. А впоследствии, когда она была через вот эти вот ворота изменников привезена перед своей казнью, то она тоже в этих шикарных апартаментах ждала своей казни, и здесь на территории Тауэра она была обезглавлена. Другая жена тоже, Кэтрин Хоберт, которая была, в общем, обвинена в изменах, тоже была казнена здесь. Ну, и еще несколько тоже человек. Но в основном, всех узников, которых содержали здесь, если их потом казнили, то их казнили за территорией Тауэра, на вот этом вот Тауэрском холме. Ну, это, конечно, речь идет про официальные казни, а так-то сколько здесь загублено было людей, это вообще неизвестно, потому что вот говорят, что в подвалах Тауэра обнаружено примерно останков людей полторы тысячи разных-разных, которые в свое время просто пропадали. Вот это, кстати, примерно место, где могла быть казнена Анна Болей. Вот, и вот эти всякие здания, это административные здания. Вот здесь видно стоит королевский гвардеец тоже. Административные здания, где, в общем, решаются дела вот этими вот бифитерами. Интересно тоже, что хотя с 18 века Тауэр уже работал как музей, и здесь можно было прийти и посмотреть вот эти вот королевские всякие регалии и короны. Но, тем не менее, в 20 веке он тоже выполнял роль тюрьмы. Например, во время Первой мировой войны здесь содержались немецкие шпионы, обвиненные в шпионаже люди в пользу Германии, и они были здесь расстреляны, по-моему, 11 человек. И вот также во время Второй мировой войны здесь тоже была тюрьма. Одним из заключенных лондонского Тауэра во время Второй мировой войны был такой человек Рудольф Гесс. Ну, может быть, многие про него знают, может быть, кто-то не знает. В общем, это был такой человек в нацистских Германии, он в иерархии Третьего рейха, он был третьим человеком. И очень такая странная история, непонятная там про него, много очень домыслов, потому что в 41-м году он, ну, я не знаю, то ли он самостоятельно это решил, то ли там это был какой-то, не знаю, всемирный план. В общем, он один на маленьком самолетике прилетел в Великобританию, и у него была такая миссия, чтобы заключить мирное соглашение между Великобританией и нацистской Германией. Ну, его, конечно, очень быстро поймали, заключили в Тауэр. В общем, он сидел здесь до конца войны, и потом он был передан под военный трибунал, и международный трибунал, и он получил пожизненное заключение. 40 лет он отсидел, по-моему, в тюрьме, и потом покончил жизнь самоубийством. Ну, и, конечно, сейчас среди вот последователей нацизма, он такой, в общем, национальный герой, чье имя овеяно там, окутано всякими легендами. Вот такая история. Ну, а последний, казненный в Тауэре, это тоже было в 41-м году. Это был немецкий какой-то шпион-парашютист, который, в общем, тоже как-то неудачно приземлился в Великобритании, его сразу схватили, заключились в Тауэр, и очень быстро казнили. После этого уже Тауэр не функционировал после войны как тюрьма, а уже только как музей, к счастью. Так, смотрите, вот в этом здании находится Crown Jewels, то есть все вот эти вот регалии, короны исторические, ну, вроде как в России алмазный фонд, а здесь Crown Jewels называется. Они находятся вот здесь, в этом здании. К сожалению, я вам показать не могу, потому что там снимать запрещено. Вот, но если вы вдруг туда попадете, то я тоже вот, видите, здесь народу сейчас нет никого, а в выходные дни здесь просто страшная очередь. Вот, я вам тоже очень рекомендую, там, когда их смотришь, то там такая движущаяся дорожка, типа, ну, не эскалатор, но как в аэропорту. Я вам очень рекомендую прям несколько раз туда-сюда по кругу по ней ездить, чтобы, ну, чтобы деньги не были зря потрачены, чтобы все бриллианты рассмотреть. Вот, и, в общем, эти короны охраняют гвардейцы-королевы. Вот они здесь стоят, их можно прям очень близко посмотреть. И они меняются, по-моему, каждый час, что ли, или не знаю. Вот они такие. Это сейчас зимняя форма одежды, серая, а летом у них, ну, красная такая, стандартная, вот как на фотках. Вот, что еще тоже меня очень удивляет, но вот сейчас стоят такие парни симпатичные. Вот, а иногда стоят уж такие, ну, не то, что там они не симпатичные, а какие-то пузатые, вообще толстые, короткие, там кривые косые. Я все время удивляюсь, потому что я думаю, ну, вот в России на такие, на такие должности показушные. Ну, в общем, всякие вот этот кремлевский полк, я не знаю, кто там в личный огонь охраняет их, мне кажется, там отбирают. Ну, может, не только в России, там вот, например, гвардейцы, которые охраняют Ватикан, они там тоже отбираются по росту, по весу, там, по возрасту, по там, не знаю, чему. А здесь все вообще, а может быть, это вот, видите, какой худенький. Может, такая британская толерантность, вот, но здесь прям всякие-всякие разные можно увидеть гвардейцы. Только не сочтите то, что я говорю неуважением, как бы я их так обсудила, нехорошо, вот, но это просто действительно, я над этим думала, это очень удивительно. Вот, и так, конечно, ну, я иногда вижу, что, особенно молодежь, когда приходят подростки, они тут, ну, как бы им запрещено там двигаться со своего места, да, этим гвардейцам они стоят, и молодежь там начинает над ними смеяться, в общем, там языки им показывают, всякое такое. Вот это, конечно, нельзя, это вообще очень нехорошо. Вот, нельзя. Проявлять тоже нужно уважение. Это не какие-то там ряженые, да, они, как бы, тоже исполняют свою должность. И вот, смотрите, еще одна достопримечательность. Это не вот эта мусорка, а вороны. В общем, тоже вы, наверное, знаете, что по легенде древний тауэр и вообще британская корона будут существовать до тех пор, пока вороны не покинули вот тауэр, да. И поэтому хитрые британцы придумали поселить сюда воронов. Им подрезают вот эти перья, которые отвечают за дальние перелеты. То есть это не крылья им подрезают, это там буквально на каждом крыле одно перо. Вот, и их должно быть по легенде шесть, но на самом деле тут семь, на всякий случай. У каждого ворона на ноге есть колечко, посмотрите. Эти колечки, ну, если так внимательно приглядываться, они разного цвета. И... Ой, чтоб только меня не клюнуло и не укусило. Тут здесь написано вороны кусаются, вороны клюются. Вот, в общем, на сайте тауэра можно зайти, если кому не лень, и посмотреть. Там написано про каждого ворона по цвету колечка, кто есть кто, как его зовут, там девочка или мальчик, сколько лет ему, ну и всякое такое. Ну, в общем, они где-то живут на воле, я не знаю, сколько лет, но в неволе всегда дольше. Их тут кормят, поят, заботятся о них. Вот, примерно 40 лет у них средней продолжительной жизни в неволе. И самый старый тут, по-моему, 95-го года рождения. Не старая, старая девочка. И она, говорят, самая такая там... Ну, в общем, она сбегала один раз в Гринвич, и ее поймали. Вот, но тоже, если, например, они плохо себя ведут, я не помню, в каком году там один из воронов кого-то там, на кого-то напал, и его, в общем, ну, не то, что там убили, но просто куда-то отправили в другое место, а сюда привезли другого на его место. Ну, кто заботится здесь об этих воронах? Среди бифитеров есть такой человек, его называют Raven Master, то есть, это хозяин воронов, у него такая официальная должность, и он как раз занимается тем, что он ответственен за этих птичек, за их кормежку, за все их дела там, за спаривание, за клетки, за все-все-все-все-все-все, за лечение, вот, и он все про них знает, и у него есть в интернете твиттер, где он публикует всегда новости, что там с каким вороном случилось поименно, вот, так что, если вы интересуетесь, можно зайти к нему на твиттер, и быть в курсе всех вот этих вот вороновских новостей. Смотрите, здесь еще и слон, тоже был в зверинце, в 1255 году его привезли в Англию, вот, и говорят, что, хотя о нем тут вообще заботились, холли-ли-ли-ли, ну, по тогдашним меркам заботились, как могли, вольер ему отвели, но он прожился в 2 года и умер. Вот, в общем, у него тоже вид такой, мне кажется, несчастный вот этой скульптуры. Ну, и кроме того, что здесь можно посмотреть внутри, можно еще вот пройтись по стене Тауэра. Там тоже есть такие, как бы, сделаны экспозиции про то, про то, как, ну, вот стена и башни, да, как обычно, как у нас в Кремле, у нас, как у нас в Кремле, как в Кремле в России. И в этих, в каждой башне там тоже есть какая-то выставка, которая рассказывает о обороне Тауэра, что использовалось, чтобы, чтобы обороняться. вот такой вот вид здесь открывается на Тауэрский мост красивый, правда? Про королевские короны тоже не знаю, на самом деле. Некоторые говорят, что, может быть, они вообще там ненастоящие, что столько туристов там ходит. Может быть, это просто какие-то копии. Сложно сказать, потому что, с другой стороны, если вы туда пойдете, вы увидите там вообще такие двери, это просто такой сейф там, здание сейф. поэтому, не знаю, может, это тоже, конечно, муляж. Вот, но иногда, вот некоторые из этих корон, они все еще используются, например, во время различных церемоний. Там есть такая корона, которую Елизавета II одевает, и иногда их там нет на месте, и написано, что в использовании. Вот, но тоже интересный такой факт, что за всю историю, на самом деле, только один раз тут была попытка выкрасть из этого алмазного фонда что-то. Это было влохматое еще гадание, сейчас был такой человек, полковник, по-моему, его звали Блад, фамилия, и он втерся просто в доверие к охраннику, подружился с ним, ходил к нему в гости, а потом пришел с двумя там родственниками, и его там заломал, избил, и попытался выкрасть. и они почти были успешны, потому что они вынесли какие-то драгоценности, но потом один из его сыновей почему-то вернулся, сработала сигнализация, их поймали, и странная вещь, их не казнили, их простили, не знаю, может быть, за такую дерзость, может, за такой хитроумный план, но как-то, в общем, там все продолжало существовать, дальше никого не казнили, вот корону вернули, и все остались живы. В общем, вот так вот все выглядит внутри этих башен крепостной стены, здесь можно посмотреть всякие и потрогать орудия, но это не оригиналы, конечно, по типу того, какими пользовались, какие там были кольчуги всякие, арбалеты, стрелы, шлемы, все на себя примерить, прочувствовать, как нелегко было тогда быть воином, потому что все такое ужасно тяжелое, вот здесь даже схема, как можно убить человека разными способами, вот, ну, не знаю, я на самом деле небольшой такой поклонник всего этого, не так, только ради общего развития можно посмотреть, вот, а что более интересное, хотела вам показать, если вы посмотрите, со стены вниз, то вы увидите такие интересные, симпатичные домики, это как бы называется как террестхаус, да, когда в каждой квартире свой дверь и как бы полисадник, но только на такой средневековой манере, готический, что это за домики и кто в них живет, видите, там даже автомобили, у некоторых есть, в общем, про домики, в этих домиках живут, по сути, вот эти самые бифитеры или йоманы, которые обслуживают башню, но это не то, чтобы они какие-то ряженые, в общем, здесь такой порядок, что все эти люди военные, они отслужили в армии минимум 22 года, и там должны были служиться до определенной должности, и после этого они могли подавать заявление, что они хотят служить в Тауэре, и здесь для того, чтобы сюда попасть, поскольку они частично выполняют роль экскурсоводов, то нужно сдать экзамен, 900 лет истории, уместить за час экскурсии, вот им дается три месяца на подготовку к этому экзамену, также они должны обладать определенной харизмой, потому что, в общем, эта экскурсия должна быть такая нескучная, веселая, интересная, и в итоге, если они сюда попадают, то они переезжают жить на территорию Тауэра, и как раз живут вот в этих вот маленьких домиках. Значит, они платят рент со своей зарплатой, это не просто такое служебное жилье, ну, не знаю, может быть, какое-то символическое, конечно, арендная плата, и канцелл такс, то есть это налог на землю, так же, как все остальные люди, это помимо того, что у них где-то остается их дом, за который они тоже платят канцелл такс, так что это, в общем, тоже такое дело затратное, вот, и у них тут целое такое комьюнити, как бы сообщество, потому что после того, как Тауэр закрывается, у них здесь есть, на территории открывается лично их паб, куда они могут ходить, ну, в принципе, если вы пойдете на экскурсию к бюхитрам, то обо всем этом узнаете, у них здесь есть тоже свой GP, ну, в общем, как они тут говорят, деревня на реке, потому что они живут тут не только вот те, кто работают, а со всеми своими семьями, детьми, все-все-все-все переезжают сюда жить на территорию Тауэра. Я, конечно, не знаю, у меня возникает очень много вопросов по поводу этого жития-бытия, ну, например, если они заказывают продукты на дом из Сейсберис или какого-то другого супермаркета, то как сюда подъезжает машина и как она привозит эти продукты, можно ли это делать? Ну, или даже не из Сейсберис, а просто одежда, если заказать онлайн-шоппинг, как это все происходит. Кроме того, территория Тауэра закрывается, здесь есть такая церемония ключей, вечером, когда каждый вечер проходит, когда закрывают ворота Тауэра, и здесь никто не может ни войти, ни выйти. Это то и значит, что, если ты не успел, пошел в ночной клуб или хотя бы даже в бар выпить вечером, раз все закрылось, и домой уже не попадешь до утра. То есть, определенно здесь какой-то, наверное, комендантский час существует. Ну, как в армии, в общем. Ну, и многие такие вопросы интересные, вот, интересно, как они живут. В принципе, про них есть тоже много каких-то передач, документальных фильмов, можно посмотреть, и там частично это освещается, но, конечно, не все, но все равно такое интересное явление. Ну, и тоже, как я сказала, здесь всегда были все мужики, обычно, дефитерами. Потом здесь появилась женщина, не помню, честно говоря, в каком это было году, я потом подпишу, ну, допустим, в 2010-м, там, 7 лет назад, да, появилась первая женщина, вот, и это, конечно, было неслыханное событие, и даже здесь был такой инцидент, что какие-то, в общем, отпускали шутки про нее, мужики, и двух еманов уволили отсюда после этого, в общем, был такой небольшой скандальчик. Феминизм и вообще равноправие в Англии продвигается. Вот здесь тоже есть на территории еще кафешка, в прошлый раз я как раз здесь в кафешке снимала, вот, так что можно зайти кофе выпить, потому что я уже замерзла, как собака, честно говоря, хотя как бы тепло плюс 10, но все-таки не так сильно тепло, особенно у реки. Вот, смотрите, что в кафешке, какой у меня улов. Ну, это типа Red Velvet, наверное, красный барфит, только такой стороной называется Coronation Cake. Вот, ну что я хочу сказать про кафешку. Сейчас вот покажу, как она выглядит. Она такая типа в старом каком-то, в старом каком-то амбаре. Вот, и там, когда смотришь, сзади, то там, где лежат вот эта вот еда, где ты ее набираешь, там написано типа мясо со смитриот маркета, там какие-то овощи, сборы у маркета. Ну, типа, что все с хороших гурманских рынков. Вот, и в прошлый раз хотя меня зафукали тут с индейкой, сказали, что выглядит ужасно, наверное, невкусно, но на самом деле здесь достаточно вкусно кормят. Если вы здесь, если вам денег не жаль на кафе, то не пожалеете. По-моему, здесь... Хотя это как бы считается такое, ну, как в кафе, знаете, в этих музейных быстрое питание, да, но, по-моему, очень вкусно, мне нравится. Вот, смотрите, та самая женщина-бифитер, о которой я говорила. Сегодня она всех встречает на входе, ну, и там проводит, в общем, такое дежурство, наверное. я к ней подошла и говорю, здрасте, вы та самая женщина, которая единственная женщина. А она говорит, вы представляете, нет, с марта прошлого года здесь еще одна женщина-бифитер, так что я теперь не одна, сказала она, thank goodness. Но, очень интересно. Так, ну что, на этом, наверное, все про Тауэр. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Многое осталось неоткрытым и нерассказанным, как я сказала, потому что, на самом деле, история очень здесь многослойная, нужно, и можно рассказывать очень-очень много. Но, думаю, если вы будете в Лондоне, ездите, берите аудиогид и не пожалеете, узнаете гораздо больше. Потому что, в этом видео, конечно, я в основном рассказывала о том, как тут все устроено и как тут все работает. Вот, распогодилось, выходим на Темзу. Ну что, вам тоже всем счастливо, всем хорошего дня и хорошей погоды и поскорее по весну. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Продолжение следует...